Ребята, рекомендую вам подписаться на канал Калямба ТВ, на этом канале, ребят, выходит очень разнообразный контент, ну а самое главное, что видосы здесь выходят довольно-таки часто. Так что, если вы заинтересовались данным каналом и хотите на него подписаться, ссылочка будет в описании. Субтитры сделал DimaTorzok Привет, ребята. Который у меня проходил 16 или 15 числа, 15 вроде бы. Вот, тут в принципе в курсе всех этих событий, то что мы когда были, точнее гоняли как бы с подписчиками довольно-таки адекватно на 15 серваке, ничего я в чат, ребята, не писал, не то чтобы мне, знаете. А, ну вообще, давайте теперь расскажу, что случилось. Меня забанили вчера в чате, не за что. Но тупо ни за что, как бы из-за того, что у меня просто проходил стрим и подписчики мне писали кучу сообщений. Причем я не на самом стриме не говорил, что по ним не писали. Я даже наоборот говорил, ребята, не пишите, пожалуйста, меня как бы забанят. У меня потом будут проблемы. Вот, но ребята как бы все равно там что-то писали, спрашивали. Вот, и в итоге, у меня там какой-то модер забанил на часок, и как бы это час пришлось мне просить Леху, чтобы он создавал битву, потому что я тупо битвы создать не мог. Это, конечно, было все печально. Прям, прикинь, вот на стриме вот забанить, да, вот, и исключительно это такая подлянка на самом деле. То есть мне нужно как бы создавать битвы, там, сотречь, что сейчас создать, там, еще то, третье, десятое смотреть. Вот, а как бы меня так подставляют, да, нелепо. И банят. Причем, я... Все нормально, там-то надо мне. Нихера себе. Я, короче, вижу чувака с нашим флагом. Он как бы едет, стоит, я к нему еду, и он просто, скорость, я не знаю, флеша в десять раз преувеличена. Фу, как будто у нас спидхаки пролетел. Не тебе здрасте, не до свидания. А, ну, в принципе, он у нас еще и этот самый, как его... Как он назвать-то иззванка? Маршал, во. И прокачан довольно-таки неплохо. Вот, и знаете, прикол в том, то, что я еще до этого в чате как бы не писал даже не то, что я там создаю какую-то битву, пишите плюсы-минусы. Там ничего я даже не говорил. Вот опять же, ребята, говорю, я не на стриме, ни в чате ничего не писал. Ни как бы не говорил там, ребята, там, давайте я вам спрошу, ответьте мне, пожалуйста. А это правильно или неправильно? Вот, как бы ничего я абсолютно такого не делал. И в итоге мне прилетает бан абсолютно незаслуженно, как бы на час, хер пойми за что. Так, теперь, ребята, я уже перезагружаюсь после, так сказать, моей крит-ошибки. И опять танки онлайн меня не перестают удивлять. Крит-ошибка? Конечно же, это вообще уже неудивительно ни в коем разе. Вот, и мы, кстати, тут, да, вот Виталик правильно подметил, что мы здесь по-жёсткому проигрываем. Ну, в принципе, это неудивительно. Вот, мало того, что зашли еще не к своим званочкам, и наши тут там двашные вооружения ни капли не тащат даже. Вот, и несмотря на то, что мы как бы нарим. Вот, ну и плюс ко всему у нас тут просто изи-тимейты. Ну, изи-тимейты, это как раз-таки для врагов. Они изичные, потому что они такие тупые, если честно. А то Виталик там уже начинает джёстко подгорать. Ну, тем не менее, кстати, я беру флаг и еду на центр. На центр уедешь? А-а-а! Я тут врезался в текстуру эту сраную. Почему не переделал, ты нормальную её не сделал? Зачем вот это округление там делать совершенно ненужное? Разработчики танку лайт, пожалуйста. О, кстати, я даже и доставлю. Прикинь? Люд! Да, блин. Ой, молот М3. Подеть на центр, и ты посмотришь, как я эпично застрял. Э-э, я не могу, я на респе. Меня, молот М3 только сейчас такой рот сделал. Нет, вот просто подъедь и посмотри. А ты ещё не долетнулся? Нет. Окей. Я не долетнулся. Я остаюсь, блин. Окей, окей. Я как бы не долетнулся, не могу не выехать. А, я вижу, где ты. Я вижу твой ник. Я вижу, вижу. Вайдер Ванга едет. Нет, нормально вообще. Визаль, а что там делаешь? Что отдыхаешь? Нет, ну ты посмотри, как вот так. Я нажимаю кнопку дали там, и нажимается. Нормально. Ты прикинь, мало того, что ты забагала, всё, мне приходится вот так вот самоурониться. Тебе, походу, нужно, да, либо самоурониться, либо просто нужно будет зайти в гараже, как бы, и что-то там это переодеть. Тебя, как бы, тоже на самоуничтожение отправить. Так, ну ладно, в принципе, и вот такие вот, ребята, прикиньте, дела у нас случились на стриме. Как бы меня забанили вообще ни за что. И представьте, да, вот замечательно было то, что я был с Лёхой. Вот, ну, прикиньте, как бы херово мне было, на самом деле, если бы я один стримил. То есть, прикиньте, я стримлю один, меня банят, стрим у меня идёт, битвы я создавать не могу, в конференции со мной никого нету. И что мне делать? Извините, пожалуйста. Писать на хелп? Ребята, пожалуйста, разбаньте меня, меня тут ни за что забанили. Но, как бы, бан у меня всего час, а хелп отвечает у нас минимум часов шесть. Как бы, стрим у меня уже давным-давно закончится, и ничем хорошим это для меня, конечно же, не кончится. И, на самом деле, охеренно, у меня уже все, что не на есть ошибки вылезли. У меня вылезала сраная ошибка даже в клиенте танковом. То есть, то, что у меня он крашнулся. У меня вылетела просто крит ошибка. Ой, просто божественный танк онлайн. Как я люблю, на самом деле, танки онлайн, вы бы, ребята, нас знали. Просто за всю вот эту ее поддержку. На самом деле, вот, танки онлайн, как бы, такая четенькая, да, игра. Ну, в плане того, что она довольно-таки необычная. Здесь пушечки, вот, она меня очень сильно привлекает. В этом вообще нет никаких, как бы, вопросов. Но, вот, танк онлайн есть очень большой минус. Здесь очень тупые модераторы есть. И, да, слабое, очень слабое прям место, прям, знаете, это дырка в трусах. Вы знаете, трусы вроде такие все четкие, четкие, четкие. Вот, все красивые, да, такие все правильные. И тут просто такая дырень. Просто такая дырень уже, я не знаю, протертая, про еще чем-то сделано. Вот, это как раз такие модераторы. И вот эта вся их поддержка, танк онлайн, она прям очень жесткая, как бы, херовая, слабая. Вот, ну, это я, опять же, сейчас на тему олеть сплещиков, которые записаны. Ну, по сути, мы, как бы, пиарим игру, записываем ролики, да, там, там уж самое, там, что-нибудь покупаем, да, то тестируем. Вот, может быть, там кому-то из игроков понравится то-то, и они пойдут и знатят, как бы, это, опять же, лишние деньги разрабам. Вот, лишний пиар, опять же, на ютубчике. И ютуберов в танке онлайн нас вообще никак не поддерживают, то есть, им, грубо говоря, срать вообще на это, а не с глубокой колокольни, как бы. Вот, они, как бы, это даже не скрывают, то, что они ютуберов вообще никак не поддерживают, никак вообще не хотят с ними сотрудничать. Те же самые спектаторы, да, которые можно было бы, по идее, выдавать ютуберам просто вообще на изи из-за того, что они снимают. Но, нет, в танк онлайн выдаются спектаторы, если, да, у тебя есть ютуб-канал от двух тысяч вроде бы подписчиков, но тебе нужно будет горбатиться на танке онлайн. То есть, снимать какие-то ролики, там еще что-то делать, какие-то конкурсные видосы, по сути, дебильные, которые нахрен никому нужны, которые никто не смотрит. И вот, не знаю, сейчас, даже вот Талька был, да, канал, на котором было 50к, но там нет-нет, выкладывал вот эти работы, да, ну, по сути, на которые убиваешься очень много времени, да, по сути. Те работы уходило по двое суток, спокойно, блядь. То есть, сидишь, монтируешь, оно тебе, причем за это получаешь 25, там, теряя 100 тысяч кристаллов. Да. Это будет в лучшем. Да это ладно, вот это хер с ним кристаллы, как бы вообще это, это бог с ним. Но это не интересно народу, как бы подписчикам, это не интересно, это никто не смотрит. То есть, ну, это диджи, там оно наберется, да, там определенное количество, как бы, просмотров, лайкусиков, но, видимо, по сути, будет ни о чем. Зачем ты сделал обзор карты, это еще вообще, что ли, конечно, мы еще не знаем, какие карты там, или еще что-то еще такое. Вот, ну, по сути, которую никто не смотрит, и эти ролики нужно делать. Если ты эти ролики, например, делать не будешь, у тебя спектатор отберут, тебя пошлют просто нахер, и ты ничего не сможешь себе больше снимать, как бы, со спектатором. Также, насколько я знаю, у них там есть жесткие ограничения по поводу этого спектатора. Вот, ну, кто подавал, ребята, знает, кто не знает, как бы, я сейчас скажу. То есть, вам не материться нужно в танках, то есть, когда вы записываете ролики. Если у вас есть ролики с матом, и они, не дай бог, там будут проверяться, и обнаружили, вам эти ролики нужно будет все удалить, в которых есть мат. Мы, кстати, в этой битве проиграли, ну, ладно, сейчас дорасскажу еще про приколюх. Также, они там отправляют пункт, то, что вы, как бы, засовываете свой язык себе в жопу, и не критикуете разработчиков и игру танки онлайн. Именно в таком плохом контексте, прям, в очень жестком контексте, там, как бы, есть такой пункт, что, что фланган, вот, мне отправил ты эту анкету, и там, и такая учетенька, типа, не запрещается, что ли, критиковать или осуждать разработчиков игры, что такое? Вроде бы, осуждать или критиковать, что-то такое, короче. То есть, да, ну, ты, я, я не помню, да, но если критиковать, да, это вообще прям позорище, позорно. То есть, мало того, что, да, человек, как бы, снимает, и настолько не уверены в себе или что, то, что они говорят, чтобы, вот, не критиковали. Иначе все отберем у тебя. Все отберем нахер. Это смешно, на самом деле. Ну, ладно, ребята, бог с ним, как бы, вот такой у меня бан несправедливей прилетел. Вот, к счастью, я же говорю, к счастью, то, что со мной есть, там, на стриме присутствовал Леха Биг Танц, у меня там еще лошадь где-то запела, вот, новая игрушка Марка. Вот, и поэтому, ребята, не знаю, если вам, в принципе, этот видосик понравился, то обязательно ставьте за него лайк, также подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был Вайдер и Виталька. Вот, подписывайтесь, кстати, тоже на канал Витальки, вот, ссылочку кину в описании. Вот, всем пока-пока. Пока, ребята.